Всем привет! Это УниверНьюз и в студии Верняковская Алина. Сегодня я расскажу вам самые актуальные новости из жизни нашего университета. В лицее имени Лобачевского прошел последний звонок. Известный блогер в Казанском федеральном университете. Пыльцевая аллергия. Чем она опасна и как с ней бороться? 25 мая в Зале Попечительского совета состоялось заседание Ученого совета Казанского федерального университета. До начала заседания ректор КФУ Ильшат Гафуров торжественно наградил сотрудников университета за значительные заслуги в сфере образования и добросовестный труд. На повестке дня стояло три вопроса. Особое внимание было уделено внесению изменений в организационную структуру Института международных отношений, историй и востоковедельника КФУ. Подробности в нашем следующем выпуске. В лицее имени Лобачевского Казанского федерального университета прошло торжественное мероприятие, посвященное последнему звонку. Об этом сюжете Дианы Шиловой. 25 мая важный и волнительный день для 80 старшеклассников и их родителей. В лице имени Лобачевского Казанского федерального университета звучит последний звонок. Впереди еще ЕГЭ, вступительные испытания, а сейчас торжественная линейка, напутственные слова и воспоминания о лучших мгновениях, проведенных за партой. Все, что я буду вспоминать всю жизнь, это, наверное, просто моменты, проведенные с классом. Это особая атмосфера, когда ты заходишь в кабинет и попадаешь в эту семью. Твой класс – это твой собственный мир, и есть шутки, которые поймете только вы. Есть какая-то атмосфера, которая царит между вами, и это останется с вами на всю жизнь. Вся лицейская жизнь сама по себе интересна. Это как большая, огромная семья, и все время происходит что-то интересное. В концертном зале университета КФУ состоялся праздничный концерт, посвященный последнему звонку. В зале собрались не только выпускники, но и их родители, и учителя. Выпускники, учащиеся лицея, подготовили концерт, посвященный лицее, любимому учителям. Вспоминали самые смешные и трогательные моменты школьной жизни. Одиннадцатиклассников и их родители, учителей, руководства лицея, приветствовал ректор КФУ. Проректора и директора ведущих институтов Казанского университета. Сегодня прекрасный день, когда мы с вами находимся в этом зале и чествуем наших выпускников, наших лицеистов, людей, которые вместе с нами прошли достаточно большой отрезок собственной жизни, посвятив его учебе и университету. Отдельно он поблагодарил и преподавателей, посвятивших себя в работе с этими талантливыми ребятами, и директор лицея имени Лобачевского КФУ. Благодаря слаженной профессиональной работе педагогического коллектива лицея уже неоднократно признавался лучшим в городе и республике, а согласно самым последним опубликованным данным, вошел в топ-100 лучших школ и лицеев России вместе с IT-лицеем КФУ. Это огромная заслуга, прежде всего, преподавательского состава, директора лицея. Это огромная заслуга родителей и, конечно же, самих ребят, поскольку, если ты не хочешь учиться, вряд ли кто тебе что вопьет. Поэтому мы очень рады, что конкурсы в нашей лицеи сегодня огромные. И мы подумаем о расширении кампусов и возможностей привлечения сюда иностранных лицеистов. В качестве поощрения за достигнутые высокие результаты руководство КФУ выделило лицею премию в размере 1 миллиона рублей, которые будут разделены между всем преподавательским составом. В ходе мероприятия прозвучали теплые слова из уст родителей, классных руководителей и, конечно же, директора лицея. Наши выпускники очень дружные ребята. Они любят свой лицей. На этом связь не прекращают с лицеем. Многие из них возвращаются к нам тьютерами, вожатыми, особенно те, которые учатся в Казанском федеральном университете. А таких большинство, и они являются украшением студенчества. Хочу им пожелать, чтобы они учились, когда другие отдыхают, чтобы они работали, когда другие спят, чтобы они стремились, когда другие унывают. И я бы очень хотела, чтобы они не теряли никогда надежды и веру в свои силы. Торжественная линейка продолжилась выступлением творческих коллективов лицея имени Лобачевского КФУ и, конечно же, последним звонком. Диана Шилов, Вальнард Ульсяров, Универньюз. Как студенту найти работу, если он никому не нужен? На эту тему поговорил со студентами Роман Бордунов, известный многим как креативный блогер. Подробности далее. Блогер, известный многим как создатель паблика красивой девушки Шурма, 24 мая встретился с заинтересованными студентами Казанского Федерального Университета. Разговор с блогером пошел о том, как не растеряться в поиске работы после окончания вуза и не почувствовать себя никому не нужным. Я начал работать практически сразу, когда я поступил в вуз. Я постоянно менял какие-то работы, постоянно искал себя, поэтому у меня довольно большая история. Также Рома Бордунов рассказал, почему трудоустройство не должно быть самоцелью, как найти работу безработному студенту и что делать, если ты не знаешь, чем хочешь заниматься. Во-первых, я бы сказал, что работа не должна быть, наверное, самоцелью. Скорее важна самореализация. И как это банально не звучало бы, важно заниматься тем, что тебе действительно нравится. Приятно отметить, что выступление Романа в стенах Казанского Федерального является действительно уникальным мероприятием. Что наглядно подтверждает комментарии в инстаграме блогера, где иногородние студенты просят Романа провести подобный мастер-класс в их учебных заведениях, так же, как это прошло в КФУ. Адель Шамилова, Ленар Тавлетяров, Универньюз. О других новостях Казанского Федерального Университета вам расскажет наш корреспондент Аделья Шамилова. Четвертый международный форум по педагогическому образованию, проходивший в Казанском Федеральном Университете, подошел к своему завершению. В завершающий день форума в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ зарубежные гости обсудили систему высшего образования различных стран и роль педагога в этой системе. 24 мая в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ состоялось награждение победителей конкурса на лучшую научную работу среди студентов КФУ. Студенты и их научные руководители, чьи работы в конкурсе заняли призовые места и стали победителями в номинациях, были награждены дипломами, благодарственными письмами и премиями. В Елабуге проходит круглый стол древности Нижнего Прикамья, в рамках которого археологи собрались вместе, чтобы поделиться своим опытом и исследованиями. Участники круглого стола посетили Аннанинскую дюну и луговой археологический комплекс, побывали в городских музеях Елабуги, а позже собрались в Елабурском институте Казанского Федерального Университета, где и началось заседание круглого стола. В Казани повысился риск возникновения пыльцевой аллергии. Пыление многих растений сместилось в связи с запоздалым приходом весны. О том, как обстоит дело на данный момент, расскажем в следующем сюжете. В этом году пик концентрации пыльцевых зерен наблюдался в середине мая в связи с запоздалым приходом весны. На данный момент процесс пошел на спад, но риск возникновения пыльцевой аллергии все еще высок. Наиболее актуальным аллергеном в нашей полосе является береза. Пыльца именно этого дерева очень опасна для людей, страдающих полинозом, сезонным заболеванием, причиной которого является аллергическая реакция на пыльцу растений. Его симптомами являются воспаление слизистой оболочки носа, конъюнктивит, а без соответствующего лечения возможен переход в бронхиальную астму. Пациенты к нам обращаются в сезон, когда у них наиболее выражены признаки аллергии, и тогда врачи назначают симптоматическую терапию, которая снимает симптомы. Это антигистаминные препараты, всевозможные лечебные спреи в глаза и в нос, которые позволяют безболезненно пережить вот этот вот сезон пыления. Группа ученых Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета вот уже несколько лет занимается изучением аллергенных растений, а также мониторингом их пыления в периоды активности. На крыше одного из учебных зданий на высоте 10 метров установлена пыльцевая ловушка. В период активности каждый день они определяют количественный и качественный состав пыльцы растений. Для этого даже был создан календарь пыления. Пыльцевой мониторинг, он выполняет свою очень важную миссию, потому что он может помочь больным, страдающим аллергией, заблаговременно подготовиться к вспышке, потому что мы контролируем эту динамику. Введение пыльцевого мониторинга – важное научное направление. Зная эту информацию, человек может заранее принять профилактические меры для улучшения показателей своего здоровья, не выезжать на природу в дни пиковой концентрации пыльцы в воздухе, применять симптоматические средства и даже отказаться от некоторых продуктов питания. Если человек реагирует на пыльцу березы, он, как правило, в пищу не переносит яблоки, морковь и орехи. Телеканал Универ ТВ будет информировать о результатах пыльцевого мониторинга. Смотрите наши программы, чтобы избежать возникновения пыльцевой аллергии. Диляра Софиулина, Ленар Довлетяров, Универ Ньюс. На этом все. Следи за нами в социальных сетях и не пропускай наши выпуски на YouTube. До встречи на Универ ТВ!